Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Состояние удовлетворительное, опасений не вызывает. На сегодняшний день проводятся мероприятия по выявлению возможного источника, послужившего возникновению заболевания, а также определение круга контактных лиц, установление за ними медицинского наблюдения и проведение лабораторного обследования. Отобран повторный анализ для того, чтобы определить наличие РНК вируса, и он доставлен для контрольного исследования в Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии. В связи с пандемией коронавируса установы социальной обороны насельства уводят додатковые послуги для одиноких и одиноко проживающих состарелых людей. По телефонах социальных центров можно заказать доставку на дом, продукты ухарчевания, леков и предметов первой необходности. На протягу некоторых ближайших тыднів такая послуга будет оказываться бесплатна. Наши корреспонденты потекавилися подробностями. На новый режим працы территориальные центры социального обслуговывания перешли, прикладно, два тыдни тому. Тогда тут часово отменили деятельность гуртков, у яких займаются основным молодые инвалиды и люди во взрослі больше 60 годов. Теперь усе 25 размещенные у Гомельской области центры почали оказывать еще одну послугу. На протягу, как минимум, двух ближайших тыднів сюда может потелефоновать любой одиноко проживающий пенсионер и бесплатно заказать доставку до дому продуктов харчування, леков и предметов первой необходности. Социальные службы запросите на допомогу волонтеру, яких обовязково буде супроводжать работник центра. Это дозволить позбегнуть выпадков махлярства, относенных до состарылых. Человеку будет сообщено, какой именно специалист придет к нему для того, чтобы можно было проверить документы, чтобы пресечь противоправные действия в отношении граждан, проживающих на территории нашего района. И если не будет хватать специалистов наших, то мы, конечно же, наладили работу с волонтерами Белорусского республиканского союза молодежи и Красного Креста. Волонтеры этих организаций будут приходить к пенсионерам, к нашим, совместно со специалистами центра, опять же, для того, чтобы можно было проконтролировать, кто именно пришел. А прошу представников БРСМ и Червоного Крыжа до помогу социальной службе будут оказывать так само супрацовники Белпошты. Их задача – доставка на дом пенсии и паштовых отправлений. В совете с рекомендациями медиков, грамадянам старейшим за 60 годов, лучше позбегать наведывания места массового знаходжения людей. По этой причине у специализованных установах на кшталт домо-интернатов вводятся карантинные мероприемства. У нас функционируют в области 14 интернатных учреждений, где проживают, соответственно, инвалиды и граждане пожилого возраста, в которых также сегодня обеспечены так называемые карантинные мероприятия, то есть определенно ограничен доступ, для того, чтобы не было никаких внешних воздействий. И, соответственно, люди живут обычной жизнью, как и жили до, так скажем, эпидемии, и функционируют учреждения на нормальной основе. Давидаться об номерах телефонов центров социального обслугования можно на сайте комитета по праце, занятости и социальной обороне у Гомельска Габлова-Канкама. У каждой водительской кабине антисептики. По мере необходимости кондукторы опрацовывают руки, и, когда есть потреба, предоставляют такую махчимость пассажирам. На сроках для дезинфекции Гомель Абл-Аутотранс не экономить. Кировниство разумеет, что безопасность сейчас в приоритете. Перед окончанием рейса обрабатываем руки, проветриваем окна каждые 15-20 минут. Если у нас пассажиры кто-то возмущается, мы закрываем окошко, на следующей остановочке открываем. Дезинфекцию проводят и в салонах автобусов, опрацовывают поршни и подлогу. Для супрацовников на предприемстве установлены бесконтактные дозаторы с антисептиками. Зараз Гомель Абл-Аутотранс обслуговывает свыше 170 городских, а мальпо тысячи пригородных и коля 75 межгородних маршрутов. Еще 10 – международные, а ли такие поездки по куль спыненные. У мойщиков находятся специальные костюмы, маски, перчатки, то есть им выдаются средства. Обработка идет у нас в автобусе здесь на мойке поршни, сидения, также у нас подлокотники, оконные проемы и обрабатываем также пол. Колька из рейса у Гомель Абл-Аутотранс скорошать не сбирается. Хоть люди у опошний час ездить на автобусах стали крыху радзей. У середнем пассажиропоток изменчився на 15%. Для начала, чтобы получить хорошую карикатуру, надо сделать несколько эскизов, посмотреть, что как компонуется, где кого поставить. Анатоль Шогалев – белорусский Мастак. Больше вядомый, як аутар шаржа у назорок шоу-бизнесу. Свой погляд на медийные особы переносить на паперу и дурить работы знакомитостям. Больше, як сотня шаржа у Жоз находятся у домашних коллекциях артистов по всем свете. Але сегодня Мастак спробует себе у новой теме. С падаловка выходят жартовливые сюжеты про необгрунтованных паникеров и нездоровых хайп вокруг Жозо не меньше медийного коронавируса. Я со стороны смотрю, как медленно мир сходит с ума. Весь этот ажиотаж, паника, ведь по сути это обычная болезнь, не страшнее какого-нибудь гриппа, который у нас был раньше, не страшнее пневмонии. Я как человек творческий, я вижу, что на этом все хайпуют, снимают клипы, какие-то делают флешмобы. Я думаю, почему я стою в стороне, тоже захотелось сделать что-то похожее. Но чтобы это было не просто хайп ради хайпа, а чтобы в этом был какой-то смысл. Так народилась идея створить целый цикл шаржа. До проекта подключились активисты БРСМ. По колю планах на ближайшие дни написать шесть работ. Затым скрин шаржа разлетится по интернет-платформах социальных сеток. Первый уже готовый, сюжет другого у распроцовцы. По идее будет намалевана инкассаторская машина, якая замес грошей перевозит туалетную паперу. Я хочу показать людям, насколько это глупо и абсурдно. Все равно всю гречку не скупишь, всю бумагу не скупишь, и все равно это когда-нибудь кончится. Еще у меня одна идея для карикатуры – это ЗАГС. Это значит, стоит невеста со своим женихом, и какой-то парень перед ней машет ключами и говорит, ну почему он, ведь я обещал тебе купить машину после свадьбы. Она говорит, извини, у него шесть мешков гречки. Ну в таком духе. До творчиха процесса Анатолия подключилась и уся семья. Молодшие руку по культуки набивают, робят ярким. Маленки прямо на шпалерах в дитяшем покое. Творчие свободствуют, а там Астак только подтримливая. Однако в этом доме есть и такие правила, якими уж мадетные семьи грыбовать не смеют. Так, давайте, ребята, помоем руки. Не умежах своей кватеры, ни тем больше у рамках нового проекта, Астак не закликает игноровать меры профилактики. И додает, мотивация до чести не повинна быть апрэйоры, незалежна от картины захворвания. На эту тему есть прекрасная шутка. Какой ужас, теперь начнем мыть руки и заботиться за старшими, за своими, да? Если так дальше покатиться, то еще, не дай бог, книги начнем читать. То есть просто нужно жить в нормальном темпе. Есть коронавирус, нет коронавируса, у нас трое детей, это норма. Вы пришли с улицы, вы помыли руки, потому что мало ли кто в лифте ехал, лицо помыли. То же самое проветривать, это тоже надо. Все элементарные нормы гигиены, профилактика та же, как при обычном ОРВИ. Ничего сверхъестественного, жизнь продолжается. Евгений Кухаронак при поддержке агентства «Телиновин». У Рогачеве распочалося будовництва нового автомобильного моста «Прозраку-Днепр». Проект пройшел усе необходные узгадненні и экспертизы. Первый этап будовли – демонтаж старой переправы протяглостью амаль по километрам. Ее признали аварийной и закрыли для руху. Зараз экскаваторы разбирают асфальтобетонное покрытие и тротуары. Будовникам треба будет вывести отсюль тысячи тонн железа бетоном. Затым на этом месте узвядуть новую капитальную побудову. И это будет уникальный для краины автомобильный мост. Речешевый пролет по проекции упрегожить арка протяглостью амаль 90 метров с архитектурными формами. Арка на Вантах. Это было индивидуальное проектирование Белгепрадора. Было достаточно красивый объект. Окончание срока строительства данного объекта – 22-й год. Но мостовики не привыкли растягивать свои стройки. Я думаю, что мы закончим раньше. Машины часово накировали у объезда. Для этого узвели объездный мост, иначе на инший берег не трапить. Это амаль – 300-метровая металличная конструкция, грузоподимальностью 60 тонн. Крыху больше за 20% от запланованного. В Беларуси протягивается сяуба ранних яровых збожевых и зернебобовых культур. На ранницу подаденных Минсельгазхаршу в Украине засеяно площадь амалью 174 тысячи гектаров. Наибольшь худкими темпами работы традиционно идут в паудневых регионах. Угомельская область находится на другом месте после Брыцкой. Наши аграры посеяли ранее яровые на больше, как 60% площадь. Подрихтовка глибы под сяубу перевысила стопроцентный показчик. Работа проведена на площадь 107 тысяч гектаров. Великий транзит, станция Туровский луг. В Беларуси вышел первый полнометражный документальный фильм про национальную природу, подрихтованный для показа в кинотеатрах. Стушка наполнена уникальными здымками птушек, яких операторы шакали годинами. Здымки вялись с ранней весны до поздней осени на заливном лузе Припяти. Миновито там, подчас миграции, спиняются сотни тысяч куликов и качек, ка подпочить от долгого перелета и протягнуть шлях на полноч. В мае там одночасово знаходится каля 300 тысяч птушек. Больше за 10 годов громадская организация охова птушек Батьковщины орандует лух и прикладает усе намаганье, каб яго захавать. Автор фильма – Анжелика Новикова, консультант, директор Туровской станции кольцевания – Павел Пенчук. Стушка открыла цикл с 10 документальных картин про дикую природу Беларуси. На этом тень весна будет снова отвоевывать свои правы. По прогнозам синоптиков, чекаются поступовые потепления, и переважно солнечные на дворье без опадков. Правда, в ночи еще заховаются морозы. Слупок термометра покажет от 2 до 6 градусов морозу. Плюс обещают только ближе до выходных. В дженые годины температура поветра будет взниматься выше нуля и с каждым днем прибавлять по 2-3 градуса. Завтра в регионе поветра прогреется до плюс 3. В середине синоптики прогнозуют 4-6 тепла. До выходных температурный режим усталюется на узровне плюс 13, плюс 15 в день и плюс 2, плюс 4 в ночи. Это и другие новинные информации о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Бригадир и ветврач молочно-товарной фермы в Будокошелевском районе изобрели нехитрую схему для личного обогащения и нанесли ущерб сельхозпредприятию на сумму свыше 72 тысяч рублей. Правоохранителям поступили сведения о том, что в сельхозпредприятии Уварович и Элит занимаются незаконной продажей крупнорогатого скота. После проведения инвентаризации поголовей и проверочных мероприятий данная информация подтвердилась. Бригадир молочно-товарной фермы в Будокошелевском районе вместе с главным ветврачом этого же хозяйства с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го, используя свои служебные полномочия, завладели 22 головами крупного рогатого скота. Сотрудниками группы БЭП Будокошелевского РУВД было установлено, что женщины по заниженным ценам сбывали коров частному лицу в Чечерский район. Вес каждого животного в среднем составлял 475 килограмм. Общий ущерб, нанесенный открытому акционерному обществу, оценивается в особо крупном размере. Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело. По линии ГАИ за выходные в области выявлено 29 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. Зарегистрировано 82 дорожно-транспортных происшествия. В трех из них пострадали люди. Среди травмированных один несовершеннолетний. В субботу в Гомеле около половины четвертого дня водитель маршрутного такси на микроавтобусе «Мерседес-Бенц» в районе привокзальной площади, осуществляя поворот в направлении проспекта Победы, совершил наезд на 17-летнюю девушку. По факту ДТП проводится проверка. В рамках другой проверки госавтоинспекции разыскивает очевидца ДТП, участником которого стала 31-летняя женщина-велосипедист. 16 марта примерно в 18.10 водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Субару», двигался по улице Хатаевича города Гомеля со стороны улицы Чехова в направлении Мазурова во второй полосе движения. В районе пешеходного перехода, где предположительно происходила смена сигнала светофора с зеленого на красный, водитель по предварительной версии не принял меры к снижению скорости и остановки, выехал на пешеходный переход и совершил наезд на велосипедистку. Она не пострадала. Автомобилю и велосипеду причинены механические повреждения. Граждан, располагающих какой-либо информацией о происшествии, ГАИ просит обратиться по телефонам, которые вы видите на своих экранах. И последняя информация. В субботу в 1-й Гомельской городской клинической больнице от ожогов скончался житель городского поселка Октябрьский. Пенсионер 1951 года рождения получил ожоги 2-й, 3-й и 4-й степени тяжести после того, как уснул на поле при сжигании травы в Светлогорском районе. Медики сделали все зависящее от них, однако мужчину спасти не удалось. МЧС предупреждает, будьте осторожны с огнем, не выжигайте сухую растительность. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Мозырская славя в первом туре чемпионат страны по футболу высшей лиги уступила Слуцку. Все голы в этом поединке были забиты с пенальти. Зря не открыли счет в поединке на 30-й минуте. Чухли реализовал пенальти, назначенные за игру рукой. После этого судья еще четыре раза показал на точку. Причем все пенальти были назначены в ворота слави. Три из четырех ударов с 11-метровой отметки стали голевыми. Итоговый счет матча 3-1 в пользу Слуцка. Во втором туре команда Михаила Мартиновича 28 марта дома играет против Батэ. 20-й тур чемпионата Беларуси по мини футболу проходил без зрителей. Все представители нашего региона играли дома и смогли пополнить свой очковый запас. ЦКК сумел удержать победный счет в поединке против Гродненского ВД «Динамо» 5-4. Светлогорская команда на девятом месте в турнирной таблице. Отставание от зоны плей-офф – три очка. Гомельская БЧ при пустых трибунах спорткомплекса «Локомотив» не испытала проблем в игре против столичного «Динамо» БНТУ. В первом тайме железнодорожники создали неплохой задел для победы. Поведя 3-0, отличились Еремин и дважды Жариков. После перерыва студенты посыпались, с чем хозяева площадки не применули воспользоваться, учинив разгром сопернику. Еремин оформил дубль по разу, отличились Бреднев, Гуменюк, Кусков и Мазной. 8-0 победа БЧ. С первых минут мы забили два гола, уже было нам проще, как бы эмоционально. Ну, зрителей, конечно, не хватает. Игра не была такой легкой. Ребята амбициозные, доигрывали каждый момент. Но сложная игра получилась. Вот, ну, единственное, конечно, что у нас с реализацией, как бы, наладили. Железнодорожники по-прежнему вторые в таблице. Лидер Витем на расстоянии одного балла. В центральном матче 20-го тура чемпионала страны по мини-футболу сошлись два претендента на четвертую строку табеля о рангах и вероятные соперники по первому раунду плей-офф. Поединок в ВРЗ и столичного дорожника оправдал все ожидания. Вагоностроителям не хватило поддержки с домашних трибун и везения. Может, потому первый тайм и получился в их исполнении немного нервным. На 14-й минуте Рябцев срезал мяч в собственные ворота, чем вывел гостей вперед. Спустя две минуты он реабилитировался. Пенальти, назначенный за игру рукой, был исполнен без шансов для голкипера-дорожника. На перерыв гости все равно ушли, ведя в счете, мне снова автогол. На этот раз мяч в сетку переправил Рогачев. На старте второго тайма Селюк счет сравнял. Цифры 2-2 горели на табло недолго. Судья усмотрел в оборонительных действиях Золотухина игру рукой. Скворчевский с точки не промахнулся. Вагоностроители оперативно восстановили паритет. Сработала пушка Григорьева. 3-3. Вскоре столичная команда вновь могла бы повезти. Дорожник за перебор фолов хозяйской дружины получил право на 10-метровый. Дегтяренко с этим ударом Скворчевского справился. Но вот спустя три минуты вынужден был капитулировать перед Семенюком. Удержать победу Дорожнику не удалось. Точку в поединке поставил Заяц, замкнув передачу при розыгрыше Ау. Там на итоговый счет поединка 4-4. Наверное, какой-то наш немножко нефартный. Я очень надеюсь, что в регулярном чемпионате он и останется. А в плей-офф уже пойдет все только самое лучшее. Потому что мы в этом году, в сезоне, очень настрадались. Мы из БЧ в финал не вышли из-за того, что сами себе забивали голову автоголов. То есть я думаю, что это все закончится уже в регулярном чемпионате. Очень на это надеюсь. И в плей-офф мы будем немножко везучее, чем сейчас. А так все есть, все есть. Я не скажу, команда хорошо вроде играет. Может быть, какой-то легкий недонастрой был. А так все равно. Команда хорошо играла. Ничья позволила ВРЗ сохранить свои позиции в турнирной таблице. Вагоностроители замыкают квартет сильнейших. Дорожник отстает на 4 балла. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok